В громком скандале с бывшим кандидатом на пост мэра Ярославля поставлена точка. Алексей Молодцов в Дзержинском районном суде сегодня услышал свой приговор. Экс-лидер регионального отделения ЛДПР обвинялся в хранении и распространении порно с несовершеннолетними. Максимальное наказание за эти преступления до 10 лет лишения свободы. Молодцов в итоге получил условный срок. Мой коллега Илья Барабанов узнал финал судебного процесса. Пило признаю полностью. Надеюсь, что в будущем, когда продолжим начать прорицам. Последнее слово Алексея Молодцова, обращенное к Фемиде до принятия решения по уголовному делу, заняло меньше минуты. В 11.45 в Дзержинском районном суде начали зачитывать приговор бывшему кандидату на пост мэра Ярославля. Кстати, в середине октября прошлого года, когда порно-скандал уже разгорелся, в эксклюзивном интервью городскому телеканалу Молодцов заявил, что видит в происходящем политическую подоплеку. Вот фрагмент того комментария. К сожалению, в современной политике можно получить любое обвинение, как торговля людьми, оружием, наркотиками. Но, к сожалению, моя статья превзошла все ожидания. На следующий день идет следствие. Мною нанят адвокат, он работает. О следствии я не скрываюсь. Ну, а по итогам следствия там уже все будет ясно и понятно. Сегодня вопросов перед телекамерой Алексей Молодцов избегал, как и его адвокат. Поэтому сохранилось ли видение подсудимого спустя полгода, неизвестно. Сторона обвинения, например, исключила возможность политического заказа. Прокуратура не настаивала на строгом наказании, ведь Молодцов признал свою вину по всем, а их восемь, эпизодам уголовного дела. Сторона обвинения не настаивала на строгом наказании. Прокуратура просила о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Квалификация действий Молодцова не оспаривалась, то есть предложено органами следствия. В центре порноскандала Алексей Молодцов оказался в октябре прошлого года, когда специальный отдел регионального ОМВД в офисе либерал-демократа в его рабочем компьютере обнаружил видеофайлы с детской порнографией. И вот сегодня 33-летнего ярославца суд признал виновным в совершенных преступлениях и приговорил к 3,5 годам условно, с испытательным сроком 4 года. В законную силу вердикт Фемиды вступит через 10 дней. Илья Барабанов, Сергей Чехмарев, Городской телеканал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!